Городской бюджет на 2023 год сформирован в сложной социально-политической ситуации. Тем не менее, он увеличен на 5 миллиардов рублей по сравнению с текущим годом. Расходная часть составит 19,7 миллиардов. Отдельное внимание уделят крупным социально значимым проектам. Один из таких – строительство нового корпуса сотого губернаторского лицея в микрорайоне Юго-Западный. Сейчас здесь обучаются 1900 ребятишек, хотя проектная вместимость рассчитана всего на тысячу школьников. Строительство планируют начать весной 2023-го. На работы предусмотрено 700 миллионов рублей. Это с учетом недавнего роста цен на строительные материалы. Конечно, второй корпус нам нужен просто как воздух, потому что огромное количество семей получает новые квартиры, микрорайон строится, очень много многодетных семей. Поэтому второй корпус действительно нам очень нужен. Он запланирован, запроектирован как отдельное стоящее здание со своей столовой, со своими кабинетами, технологией, с медицинским блоком, с актовым залом. То есть это полноценное отдельное стоящее здание школы. Отдельной графой рассмотрели выплату долговых обязательств. Большая часть пришлась на жилищно-коммунальный комплекс. Это около 400 миллионов рублей. Кроме того, остро стоит вопрос состояния общедомового имущества и коммуникации. С проблемами в этой сфере ежедневно обращаются десятки ульяновцев. В этой связи было принято решение настоять депутата на увеличение стоимости капитального ремонта общего имущества по решениям судов до 110 миллионов рублей. Большое внимание уделяем водопроводному канализационному хозяйству, организации водоснабжения. Видим, что количество порывов достаточно большое. И в этом году впервые заложили 10 миллионов рублей для участия в региональной федеральной программе. И на следующий год порядка 7 миллионов рублей тоже закладываем на этой цели. Выросло финансирование и дорожной отрасли почти на 50%. 2 миллиарда 650 миллионов пойдут на строительство транспортных артерий, улучшение работы общественного транспорта. Закуплено 50 автобусов средней и большой вместимости. А вот с обновлением трамваев и троллейбусов не спешат. Львята кусаются в цене. Для справочной информации, львенок, который у нас ездит, стоил 34 миллиона. Сейчас его стоимость превышает 70 миллионов. Поэтому довольно-таки капиталы вложения емкие. Будем ориентироваться на следующий год, стараться силами Ульяновского электротранса поддерживать путевое хозяйство, которое на сегодняшний момент изношено практически на 80%. На безопасности детей экономить не стали. В школах и детских садах усилят охрану. Кроме того, больше 800 миллионов рублей направят на социальную поддержку. Здесь и семьи, и дети участвуют в специальной операции. Здесь и качественное питание, и другие расходы, связанные с поддержкой людей. Дополнительное финансирование придет из федеральной казны. Ульяновск продолжит реализацию национальных проектов. Каждый из них направлен на повышение уровня жизни, создание комфортной городской среды. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ.